Здравствуйте! Вас приветствует Вероника Поливкина и я рада нашей новой встрече на канале Природа будущего. Как страстный коллекционер садовых растений я высаживаю ежегодно множество цветов, но к каждому растению при посадке нужен определенный подход. Особенно важно правильно выбрать место. В каждом саду есть тенистые уголки. Это могут быть северные или западные склоны, места у забора или между большими деревьями. И довольно часто эти уголки, в отличие от солнечных, остаются пустующими и неухоженными. Почему? Ведь существует множество теневыносливых растений, с помощью которых можно устроить отличный цветник, даже в тени. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Чуть позднее я дам список красивых растений для тенистых мест, но вначале хотелось бы дать рекомендации по обустройству самого цветника. Есть место с тенью от строения, и здесь будет один подход, а есть тенистое место под огромными деревьями. Это совсем другое дело. Возьмем, к примеру, ель. Но разве можно здесь что-то посадить? Конечно, можно. Подобрать нужно растения с небольшой корневой системой и переносящие закисление почвы. Идеально подойдут рододендерные. Можно попробовать и крупнолистную гортензию, которая более терпимо относится к тени. Многие хотят иметь в своем саду такие роскошные кустарники, как рододендерные и азалии. Но вот страх, что с ними невозможно справиться, останавливает. А вот те, кто выращивает их давно, считают, что более неприхотливых садовых кустарников они не встречали. Правильная посадка отвечает за то, будут ли растеться чудесные растения в вашем саду. И еще нужно выбрать зимостойкие сорта. Таких сейчас много, и они с легкостью выдерживают температуру ниже минус 30 и даже минус 39 градусов. Чтобы создать наилучшую среду для корней, хорошо бы запастись хвойным опадом. Но, кстати, лучше сосновым, чем еловым. Измельченной корой от деревьев хвойных пород мхом, сфагнумом и, само собой, торфом. Только кислым верховым, а не нейтрализованным. Пока мы будем готовить посадочную яму, саженцы нужно замочить. Можно прямо в горшке поставить в емкость большего размера. Очень хорошо, если это будет не просто вода, а раствор, способный простимулировать корни к активному росту. Вариантов много, перечислю основные. Это циркон, или растворы удобрений специально для посадки и пересадки. Просто разведите то, что есть в пропорции, указанной на упаковке, и оставьте на несколько часов. Пузырьки воздуха должны выйти и корни напитаться влагой. Пока проходит замачивание, нужно подготовить посадочную яму. У меня выделен специально кусочек для растений, которые любят закисление. Здесь уже растут гортензии. К нашей радости, большую яму рыть не нужно. Корни у рододендронов небольшие и на глубину не уходят. Так что копаем не глубоко, не больше, чем на штык лопаты, но пошире, не менее 60 сантиметров. Заполняем яму тем, что любят эти растения. Торф, кора, сосновый опад и обязательно обычную садовую землю. В чистый торф не сажайте, так как он то переувлажняется, то пересыхает. Если земля на участке тяжелая, глинистая, то можно добавить перлит или вермикулит. Обязательно добавьте гумус. Я много чего перечислила, а у вас может из этого ничего и нет. Можно использовать опилки и обычный компост, но хорошо перепревший. Но если вы относитесь к посадке растений очень серьезно, то купите специализированные удобрения для хвойных и гортензий. Вот, например, от органик микс. Мне очень нравится. И никакой золы, костной и доломитовой муки не используйте. После того, как все, что вы нашли и добавили в посадочную яму, хорошо перемешали, делаем углубление по размеру горшка. Достаем растение, осматриваем корень. Если он сильно оплел земляной ком, то нужно его слегка распотрошить в нижней части. Устанавливаем посадочную яму и присыпаем землей. Заглублять корневую шейку нельзя. Делаем валик и поливаем тем раствором, в котором замачивали. Рододендроны – это растение, которое не терпит сорняков и пересыхания, поэтому толстый слой мульчи – непременное условие для их хорошего роста. Если вы посадили их вблизи деревьев, то не забывайте поливать почаще. Посадив между кустиками еще несколько теневыносливых растений, мы уже оформили тенистый уголок. Но если деревья у вас фруктовые, то рододендроны и азалии под ними сажать не стоит, так как они любят разную кислотность почвы. Но здесь тоже вполне можно устроить цветник. Ну и наконец переходим к тому списку, который я обещала дать. Астранция – очень декоративная, долгоцветущая. С мое по сентябрь растение высотой 60-70 см, с красивыми листьями и цветками белых, розовых или малиновых оттенков, с темными тычинками. Может расти без пересадки много лет. Великолепно смотрится в срезки и долго не вянет. Мукдения – невысокое растение, листья которого похожи на кленовые, зубчиками по краю. Весной цветет бело-розовыми цветочками, а осенью листва приобретают красноватый оттенок. Роджерсия – королева тенистого сада. Растение высотой до полутора метров, благодаря красивым крупным листьям, декоративно в течение всего сезона. Пушистые соцветия метелки белого, розового и кремового цвета распускаются в начале июня и могут цвести до месяца. Цветы душистые, благодаря ползучим корневищам Роджерсия довольно быстро разрастается, но не агрессивно. Актеи, или как ее еще называют, клопогон вонючий, высокие, всеми любимые, а для многих совсем незнакомый многолетник, имеющий красивую ажурную листву зеленого, бронзового или фиолетового цвета, в зависимости от сорта. Куст чем-то напоминает огромную остильбу, но цветет гораздо позднее – с середины августа и до самых заморозков – белыми или розовыми цветочками на высоких до полутора метров колосьях. Необычный подарок в конце лета. Тень переносит и многие герани, только нужно подбирать герани не по красоте цветов, а по красоте листьев. Например, очень декоративна герань сорта Самобор, высотой 30 см, с красивыми крупными резными зелеными листьями с фиолетовыми вставками. Цветы у нее тоже вполне симпатичные – темно-фиолетовые. Купальница – ярко цветущий многолетник с желтыми и оранжевыми цветами, похожими на розочки. Вы, конечно же, встречали ее в дикой форме на опушках леса, а сортовая купальница – это нечто более привлекательное. Тем более яркие сорта добавят праздника в унылые тенистые уголки сада. Брунера – также прекрасный многолетник. Весной обильно цветет голубыми цветочками, похожими на незабудки. Листья крупные, зеленые, с различным рисунком, в зависимости от сорта. Неприхотливо. Купена многоцветковая, похожа на гигантский ландыш. Разрастается красивым кустом. Весной распускается белыми цветами, собранными в кисти по 3-4 штуки. Листья декоративны все лето. Есть даже сорта с декоративными белоокаймленными листьями, но, по моим наблюдениям, разрастается она намного хуже. У децентры – шикарные ажурные листья и розовые, белые или красные очаровательные цветки в виде сердечка. Ее даже так и называют – разбитое сердце. Цветет в середине мая, украсит любой цветник. Очень люблю коложницу Мультиплекс. Красивые, блестящие листья и сильно махровые золотые цветы, которые украсят влажные места вашего сада. Растение неприхотливо и хорошо разрастается. У медуницы очень красивые листья с причудливыми серебристыми узорами. Весной цветет ярко-синими, розовыми и даже коралловыми цветами. Цветение очень обильно, прекрасно разрастается. Порвинок. Почвопокровник. Стелется пушистым плотным ковром в тенистых влажных местах. Декоративен с ранней весны до поздней осени. Так и уходит под снег зелеными листьями, а весной зацветает белыми и голубыми цветами. Листья могут быть многоцветными. Живучка. Также почвопокровник. Великолепный цветной ковер для тенистых мест. Декоративна весь сезон. Весной цветет голубыми цветочками. Астильба. Роскошный неприхотливый многолетник. Декоративна как цветы, так и ажурная листва. Соцветие компактная метелка высотой от 15 до 60 сантиметров. С очень широкой гаммой цветов от белых до темно-фиолетовых. Хорошо разрастается. Цветет уже в год посадки. Продолжительность цветения 25-30 дней. Весеннецветущие любимчики наших садов примулы. Очень разнообразны по строению и цвету соцветия. Иногда повторно зацветают осенью. Их можно сажать даже под деревьями. Хоста. Прекрасное растение для тенистого сада. Великолепные листья различного размера и расцветки радуют нас все лето. Цветы возвышаются над крупными розетками листьев середины лета. Они иногда имеют нежный аромат и похожи на маленькие лилии белого или лавандового цвета. Отлично смотрятся хостовые садики из подобранных растений разных сортов. Хосты настолько хороши, что много их не бывает. У гехеры листья очень декоративно выглядят на протяжении всего сезона. Даже под снег уходят в полном параде. Они имеют различную окраску. Цветы небольшие. Все оттенки от белого до красного цвета. Ландыш. Знакомый с детства. Невероятно ароматный и нежный цветок. Мало кто знает, что существуют садовые ландыши. Бывают очень крупные. В три раза крупнее обычных. Бывают с полосатыми листьями. А бывают даже розовые. А вот если в сад вы принесли обычный лесной ландыш, берегитесь. Он так быстро завоевывает территорию и все выживает на своем пути, что вы и глазом не успеете моркнуть, как включите его в список сорняков вашего участка. Конечно, это далеко не весь список теневыносливых растений, но и его вполне достаточно, чтобы устроить цветущий рай на тенистом участке. Всего вам доброго! С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч!